Ну, рассказывай о братье и семье на той планетке. Мои волосы заплетали, чтобы волосы не торчали так. А у вас были попроще женщины ходить. И мы такие все красивые, как-то волосы вот так укладывали, укладывали. Это считалось хорошим тоном. Этот, который император, он был каким-то родственником далеким, вероятно. Но я знаю, что мать моя вечно там пропадала. Женщина абсолютно праздная. И у нас был довольно такой лёгкий образ жизни. У вас это был более, скажем так, классический, вот именно правильный уклад жизни. Женщина, семья, быт, дом. Вот-вот-вот более такой, знаешь, как сказать. А у нас это всё было вот как-то утрировано, вот эти вот все семейные какие-то ценности. Потому что я помню, женщины себе отдельно, мы дети были, мы никому не были предоставлены. Мы как бродили, лазили туда-сюда. Что-то вот своё какое-то, никто не занимался. Вероятно, какое-то обучение, может, самое минимальное было, но вот только на уровне каких-то общих навыков. А так земля благодатная, постоянно тепло и хорошо там жилось. Ну вот, брат у меня был, что интересно. Он старше был. Он, наверное, или на шесть, или на восемь лет для меня был старше. Он взрослый был парень. Я себя девчонкой помню и маленькой помню, и потом уже постарше помню. С девочкой, и уже на уровне так уже девушка была тоже. А он взрослый. Вот с братом были хорошие отношения. Он тёплый был мне человек. Больше я там никому нафиг не было нужно. А челс где-то был, скорее всего. Но он тоже, я его помню, как наездный. Я вижу, какой он был. Вот я настолько мне лицо, я его помню, глаза у него были карие. Огромные, вот действительно, клип лободы, вот твои глаза. Вот у людей вот такие огромные глаза были. У него были глаза карие, лицо такое круглое. И он как-то, я не знаю, кто он был. Я не помню, чем он занимался. Он вечно в каких-то своих делах. Там что-то придёт, и до нас дела не было. Мы там более праздный образ ввели. Какой-то такой, знаешь, вот, ну, жить там было несложно. У вас это всё было по-другому. Я помню, что когда приехала туда на эти земли, это было тяжело очень привыкнуть. Потому что это как вроде вот другой мир. А на вас, я помню, да, мы побежали смотреть на других людей. Вот приехали другие люди. Нам было интересно, вот действительно, как привезли там белого человека или тёмного человека. Куда-то вы были белокожие, мы были более смуглые. А вы были белые такие, кожа абсолютно такая. Без пигментации, скажем так. Ты учился там. Это как какое-то образовательное заведение было. Вот именно, ну, мне почему-то кажется, что это даже не механика, а больше управленческое что-то. Насколько я понимаю, что-то вот, ну, я не знаю, по нашим меркам, ну, пусть не политология, но что-то вот какое-то управленческое, возможно, общее какое-то. У тебя там внесут на тех землях. Отец был как, не знаю, как это назвать. Ты как вождь какой-то, не вождь, вот глава какой-то общины. И ты, тебе нужно было это знание. Вы там были. Ну, редко приезжали люди из этих нижних семей. Очень редко к нам приезжали. Это была диковинка люди, вот эти белые. Нам интересно было на вас смотреть. Это было. Ну, у нас там воды было достаточно, я помню. Фонтаны, потому что там было всегда жарко очень. На улице были фонтаны у нас. А вот у вас там такого ничего не было. Да, там и жарко так не было. Там сумрак. Сумрак был, да. Это было необычно. Настолько разные миры, вот действительно. И что мне интересно, я не помню смены день-ночь. Тоже не было. Как вроде такого не было. У вас были вечные сумерки, у нас было вечное солнышко. Потому что Земля, вот эта планета, вот никуда не крутилась. Она вот как уже была разрушена. Смотреть нужно были большие глаза, да. У нас тоже были почему-то большие, но и у вас большие. Потому что одна сразу, когда-то была одна вот… Неразделительность, да. Да. А глаза большие. И вот просто через глаза полностью можно было общаться. Не на уровне теллепатии, просто угадывать, что… А вот именно общение, полноценный диалог можно было выстроить глазами, чуть ли не знаешь, ну чуть ли не стихи передавать вот именно глазами. Настолько всё можно было вот через… Даже общались вот детки, пока маленькие, пока им не ставили вот это. Они общались, ну, скажем так, как обычные люди. А дальше язык очень мало когда использовался. Только смех. Смех был громкий. Я помню, мы девчонки, мы постоянно залились, посмеялись так. Вот громко и так залились, потому что смех это было… Ну вот глазами можно передать эмоции радости, но вот это было приятно, как выражать. Знаешь, смех вот именно громко. А всё остальное просто вот телепатия посредством этого металла, который вот так вот был, вот обруч этот. И это было удобно, это было не больно, и это было… Не посягали на личную свободу. Это не то, что одевали этот обруч для того, чтобы взять под контроль, а для того, чтобы наоборот улучшить, да, улучшить какие-то функции и держать общее поле. Это можно было не использовать, как сейчас сотовые звонят друг к другу, а можно было на уровне общего поля почувствовать человека, который, ну, непонятно, где находится. И так как планета была разобщена, скажем так, это было очень удобно. Она же не была одним материком, а там, там, там. То есть это было удобно. Те, которые вот один, скажем так, одна страна, они как все были объединены. Это было интересно. Потом пришёл муравейник. И была попытка сделать муравейник из тех людей, как сейчас из этих людей на Земле. Вот когда у нас сейчас рисуют картины Средневековья, когда рисуют картины, вот именно так одежда, да, вот именно такая одежда, там было вот эти вот такие пышные рукава, все вот эти вот такие вот воротники, это всё. Ну, просто зачем выдумывать что-то, если можно было взять уже тот образ им, который они знали по той планете, потому что на той планете они присутствовали, они знали, как там. А там все вот такие просто в полоску были одежды. И я помню, вот на наших землях, скажем так, на верхних землях, там было как цвета, ну, как это сказать, цвета флага или цвета короны, цвета дома правящего. Это был такой бордовый, да, и жёлтый цвет, ярко-жёлтый такой прям, ну, ближе до оранжевого даже, и такой бордовый, а не тёмный такой красный, и они такими полосами шли. А вот у вас на земле, где мятный такой цвет, это даже не береза, а более приглушенный, ну, вот мятный можно сказать, или, ну, может, на береза сказать такой. Мята — это запах, это вкус. Как в женском сознании. Ну, вот, Илья, я когда делаю нофтики, мне всё время предлагают, может, тебе мятные делать. И вы друг друга понимаете. Конечно. Семь цветов, а не 256. Мужчин — семь цветов. Максимум. А в женском — 256. Минимум. Минимум. И цвета мокрой волны как будто сухая есть. Да, вот такой вот синий-зелёный цвет и белые полосы, вот такие широкие. И у вас был тоже флаг, но там именно не вот такого, вот как висели, а вот на палке вот такой формы. Ветров не было. Да. Вот такой формы был большой вот такой флаг, и были флаги. И там одежда такая была, тоже не такая яркая. Там все краски были приглушённые. Ну, потому что там вечные сумерки. Зачем там такая яркая? Всё равно ничего не видно этого. Сумерка постоянно была. Интересные времена были. Ладненько. Не на этом. Замечательные минуты. Пора завершить. Всё там полосатая какая-то была. Угу. Почему-то широкие такие прямые полосы на одежде, на всё. Не знаю. Мода. Наверное. Я реально была рождена вот там, в тех землях. Я это помню. Почему я... спустилась. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Обожь. Да, там жёлтый с чём-то. С красным, с тёмно-красным бордовым. Вот эти круглые фалды, да. У тех были. Пушистые. Да. А вот у меня другой цвет. Синий-силёный какой-то. Мне это идёт бирюзовый или как, знаешь, как мятный такой вот. Синий-зелёный, непонятно какой. Бирюза. А, нет у меня такого тут, в этой комнате. Сложно было в моём итоге. Круто. Был. Только он вот так висел. Не вот так развивался, а вот такой вот был, вот такой формы. Да. Как наносили вот так. Угу. Вот своё детство там даже помню, как мне трудно было потом приспособиться к этой земле. Там всё было не так, там всё по-другому, как, знаешь, в другой мир какой-то попало. Как так вот, всё не так вот, всё не так. Вот это вот помню, что я очень хорошо тот мир знала. А ты как вроде уроженец тех мест, нижних миров был. Где меньше света. Где меньше света, да. А я вот там, где солнышко, и там, где жить, в принципе, была хорошая. Такая лёгкая. Чем бы вот пришлось, и порой не приперся туда. Да. Эту магическую вселенную. Хорошая вселенная была. Ты как учился там? Ты как пошёл туда куда-то или учиться? Вот как что-то получать? Какие-то знания, какое-то образование, что-то учился делать? Я не знаю, что ты там учился, вот снизу оттуда, где более, скажем так, простая такая бедная жизнь. Ты был там вверху, ты там как что-то вот познавал, или я не знаю, что ты там делал. Мы там познакомились, наверху. Да, обучение. Нет, это что-то как управление, что-то общественное. Я уже не могу сейчас сказать что-то, вот то, что тебе было необходимо там вот внизу. Но это нельзя сказать, что сын вождя, но вот кто-то ты там был, вот оттуда что-то поднялся, как кого-то там. Мы вас называли необыкновенные люди, потому что вы редко туда прилетали. Уровень жизни был такой более низкий, и мало кто путешествовал в тех земель. И мы пошли смотреть, прилетели необыкновенные люди. Вы знали, что вы есть? Это уже не было там тайно. Это как у нас негры, и привезли где-то в Сибирь, там негра полз в деревню, сбежится посмотреть. Или наоборот. Или наоборот, да, белого человека повезли, он в Индии, сам знаешь, как это. И вот мы пошли на необыкновенных людей посмотреть, какие они эти люди необыкновенные. С белой кожей. С белой кожей. И большими серыми глазами. У тебя голубые были. Ну, как всегда. Такие даже не голубые, а синие. Глазов тебе не меняются никогда. Я же, я же много помню. Много моих глаз. Много твоих глаз. Глюки лак. Ну ладно, пусть будет Глюки. Пусть будет.